Добрый день, глубоко уважаемые коллеги! Я хочу представить такой небольшой доклад и относительно небольшой свой опыт применения корсетов Шино. Сегодня очень много было сказано, просто почему речь идет о корсете Шино. Как Михаил Георгиевич заметил, нельзя подменять и нельзя ставить как лечебное средство. Корсет Шино это одно из. Это действительно можно много определений давать, там то, что Олег Рудольфович сказал, салазки, как угодно. То есть это тот инструмент, который позволяет, вернее не дает позвоночнику идти в то слабое место, куда он хочет, а толкает его туда, куда он должен расти. Но это тот инструмент, без которого мы никак не сможем работать. И это как раз, то есть консервативное лечение и как раз вот именно корсет Шино, это, наверное, был тем недостающим звеном, которое очень было нужно в консервативном лечении. Потому что вот Воронеж, он никогда не занимался оперативным лечением сколиоза. Ну, в этом, наверное, были свои правильные моменты и тот же Илья Александрович Максимов, один из моих первых учителей, но и другие ортопеды, кто были, они рассуждали как? Москва недалеко, Саратов рядом, потому что сколиоз это всегда очень много головной боли, особенно хирургическое лечение сколиоза. И эти пациенты отправлялись под квотом либо в Москву, либо в Санкт-Петербург, либо в Саратов. Вот. Но пациентов становилось много. Эти пациенты, как правило, наблюдались, тем более они наблюдались очень много лет, потому что уже отношения с родителями данных пациентов, когда ты его наблюдаешь 5-10 лет, они переходят, как правило, в дружеские. И вот поиск того инструмента, который бы все-таки помогал уйти нам от хирургического лечения, помогал задержать, не дать прогрессировать данному состоянию, он и привел к тому, что на одной из конференций я услышал доклад Дмитрия Кимовича Тисакова, когда он показал корсетное лечение. Потому что парадокс в нашей стране заключался в том, что где-то до 70-х годов, наверное, до до 80-х годов прошлого столетия корсетное лечение активно использовалось. Ну, из тех, что были корсеты, я их покажу сейчас. Потом почему-то упование пошло на хирургию. Наверное, вот то, о чем показывал Михаил Георгиевич на слайде, то, что говорили американцы, ну, много моментов. Плюс развитие многих высоких технологий и так далее, просто смысла перечислять этого нет. И упование пошло на хирургию. Но не довести до хирургии и все-таки как-то помочь ребенку, это было одной из задач. И поэтому, естественно, поиском этих методов, у меня, как бы, эта задача стояла передо мной давно. И вот, услышав доклад Тисакова в Санкт-Петербурге на конгрессе человека и его здоровье, меня это дело очень сильно заинтересовало. И после чего я поехал туда на стажировку и начал потихоньку, как один из методов корсетотерапии, вводить уже в лечение сколиоза в нашей области. Значит, вообще, что такое корсетная технология и основные задачи и требования корсетного лечения? Корсетное лечение – это насильственное, неинвазивное, активное воздействие на процесс. Вот, здесь я почему на это акцентирую внимание, что это действительно активное воздействие. Плюс это насильственное воздействие. Это воздействие, которое проходит на протяжении многих лет. Ну, в среднем ребенок, если патология выявлена где-то лет в 11-12, то это 6-7 лет он находится в корсете. Вот. Сами понимаете, что этот корсет не жилетка. Он и натирает кожные покровы, то есть он вызывает болевой синдром. Плюс мотивировать ребенка одеть корсет в 11-12 лет – это тоже очень большая проблема. И вроде как инструмент вот этот появился, корсет, но с этим сразу появилось очень много проблем. Проблема первая – где изготовить этот корсет? Потому что в тех условиях, в которых мы сейчас живем, основное, когда касается какого-либо производства, речь становится о прибыли. Данная технология не дает прибыли. Вот наоборот, это затратная технология. И, соответственно, попытки открыть производство корсетов на территории Воронежской области пока у меня успехом не увенчались. Но благо белорусы пошли навстречу. Они не отказывали. И они наших детей принимали. Это было уже большим благом. Беда в другом, что не все родители хотели ехать. За 1200 километров поехать. Плюс – корсет не стоит на месте. И деформация не стоит на месте. Соответственно, корсет требует коррекции. Это раз в полгода минимум родители с ребенком должны были ездить туда. Это тоже очень большой такой минус. Дальше. Эти дети должны были наблюдаться кем. Потому что, не зная данной технологии, естественно, хирурги-поликлиник, ну, здесь все это закономерно, они отправляли назад. Кто вам сказал этот корсет, пусть он и ведет. Вот. Потому что они не знали, что делать с этим корсетом, как, зачем и почему. То есть, очень много проблем. И вот группа тех пациентов, которые у меня наблюдаются, ну, пусть она не очень большая, но она уже перешагнула за полторы сотни пациентов. Как бы, с одной стороны, это благодатные пациенты. Я говорю об этой группе за 10 лет. Благодатные в каком плане? Все-таки у меня наблюдаются детишки, родители, которые замотивированы, которые хотят получить какой-то результат. Соответственно, они идут на различные затраты, на поездки, на все. Потому что, к великому сожалению, по своему опыту и уже, как говорят данные литературы, это не только печальный мой опыт. На самом деле, одевают корсеты, вот если нету системы, мы не будем брать Беларусь, я сейчас коснусь этого. Одна пятая, одна шестая от тех, кому эти корсеты нужны. Потому что корсеты – это труд. Это нудный, каждодневный труд. Причем, это не только труд врачей. Самое главное – это труд самого ребенка и труд родителей. Особенно труд родителей. Вот если удается объяснить родителям, даже не детям, детям в 11-12 лет не удается объяснить. У меня, наверное, было двое или трое детей, которые осознанно, скажем так, подходили к этому делу, которые действительно все исполняли. А это мотивация родителей. Вот это вот основной труд. Плюс должна работать целая команда. Вот, слава богу, последние несколько лет еще присоединился доктор ЛФК к работе, и мы начали внедрять гимнастику по Катарине Шрёд. Об этом будет позже сказано. И результаты стали еще лучше. То есть, вот по-хорошему, если речь идет о корсетном лечении, я не беру стандартное лечение наше ортопедическое, то должна еще работать целая команда. Ортопед, который сидит на приеме, то, о чем говорит Олег Рудольфович, который отслеживает, выявляет и дальше ведет. Вот, протезист, плюс врач ЛФК, и плюс еще команда, которая работает из физиотерапии, неврологи, то есть, доктора, которые выявляют ту патологию, о чем говорил Михаил Георгиевич. То есть, когда мы рассматриваем причины данного заболевания, которые проводят коррекцию, и плюс еще работа с корсетом. Но опять повторяю, корсет – это насильственное воздействие, и он не доставляет удовольствия. Ребенок должен находиться в этом корсете 20-21 час в сутки. Это тоже не доставляет удовольствия абсолютно. И, ну, ладно, об осложениях я потом уже буду говорить. Значит, нового, скажем так, в этой технологии, она стара как мир. То, о чем говорил Михаил Георгиевич. Как сколиоз он был выявлен еще в старину, точно так же и принципы, которые лежат в основе корсетотерапии, они стары как мир. Они были еще и изложены Гиппократом. Это тракция до ротации и фиксация. Вот. То есть, что такое корсет? Это рычаг. Другое дело, что от вида деформации существуют точки фиксации. То есть, либо это трех, либо четыре. Три точки приложения, либо четыре. Вообще, как бы основоположником корсетотерапии считается амбруас Паре, который еще в 15 веке предложил... Ну, один из первых корсетов – это то, что задокументировано. Хотя еще и Клавдий Гален наверняка применял устройство, подобное корсетам. То есть, уже два тысячелетия данная методика существует, и ничего лучшего пока человечество придумать не смогло. Вот. Здесь также есть лицевая сторона... Ну, вернее, обложка труда Николаса Анри. Это считается первым основоположником ортопедии. Отец ортопедии. Французский королевский врач, который тоже очень много внимания удивлял корсетам. Ведь не просто так была мода на корсеты в 17, 18, 19 веках. Проблем сколиоза было очень много. Различной причиной туберкулезной, различной причиной корсеты очень активно использовались. Для того, чтобы обосновать, это было введено в моду. Вот здесь я показал несколько корсетных систем, которые действуют на настоящий момент, и которые работают и имеют место быть. Значит, золотым стандартом считается корсет Уолтера Блаунт и корсет Мельвоки. Вот. Он уже более 50 лет применяется. Ну, и почему золотым стандартом? Потому что он является эталоном, с которым уже сравнивают результаты. У него есть свои плюсы и минусы, но обсуждать сейчас смысла их нет. Далее, вверху представлена бостонская корсетная система, которая с начала 70-х годов была предложена в Соединенных Штатах. Почему она еще знаменательная? К бостонской корсетной системе прилагался обязательно еще курс лечебной гимнастики. То есть, уже звучало, что корсет нельзя применять без параллельно проведения активных занятий лечебной физкультурой. Вот. И Лионский корсет, корсет Пьера Стагнара, тоже, который имеет место быть, причем довольно-таки эффективный корсет. Другое дело, что технология изготовления и обслуживания, она довольно-таки сложна. А вот здесь, как раз я то, что обещал, показал те корсеты, которые использовались. Это вот справочник наш по протезированию, которые использовались как раз в 50-х, 80-х годах. Внизу вы видите вот этот КР-408, это, по сути дела, корсет Мельвоке. Вот. Ну и вот этот КР-405, ну, что-то среднее. Там были и корсеты Цукермана, то есть различные вот эти вот этапы. Принцип, он везде один и тот же. Ну, вот как-то они сошли на нет, видимо, особых результатов не видели. Но, скорее всего, не видели результата по одной простой причине. Не было системы. И вот, ведь в 50-е, там, те же 60-е годы в Советском Союзе активно была внедрена система школ-интернатов. В Санкт-Петербурге, в Москве, в Харькове, в Новосибирске остается до сих пор эта школа-интернат. Воронеж как-то прошел мимо. Поэтому у нас, наверное, вот и лечение сколиоза, оно было, ну, как-то на таком уровне. Я не хочу никого обвинять, доктора делали то, что могли. Но вот такого активного подхода, как к оперативному лечению, как к школе-интернату, где наблюдается, не было. Спасал, наверное, еще положение наш Павловский санаторий. И вот технология Шино. Но она считается, как бы, самой эффективной технологией именно вот корсета на настоящий момент. Причем, может быть, это такое грубое сравнение, но, будучи в Белоруссии, я Дмитрию Кимовичу тоже задавал вопросы, почему они остановились именно на корсете Шино. Они попробовали все корсетные системы, которые на настоящий момент работают в мире. Это и Лионские корсеты, и Бостонские, и Мельвоки. Но он привел такой вот пример, что танк Т-34 не был самым лучшим танком Второй мировой войны. Но себестоимость изготовления, обслуживания именно в условиях нашей страны, потому что наша страна вот с этими большими расстояниями, когда пациент уехал, и он не появился через полгода, а потом через год. Вот именно эффективность корсета Шино, она оказалась самой лучшей. И поэтому они остановились именно на корсетах Шино. Ну, а так, корсет Шино является продолжателем и развитием корсета Аббата, которому уже, ну, это в 19 век уже больше 100 лет. Ну, и основное, вот, наверное, самое, чем он обладает, это выраженный деротационный эффект. Потому что что начинает вести к деформации, к балансу туловища? Это торсия выраженная. Вот корсет Шино как раз борется именно с выраженной торсией. Вот, здесь я повторюсь, Олег Рудольфович уже показал этапы изготовления. Как вот это? Я повторюсь немножко и покажу. Я благодарен Дмитрию Кимовичу Тесакову, что он любезно предоставляет свои материалы, не ограничивает. Значит, здесь, на данном слайде, показана подготовка. Проводится сначала рентгенологическое исследование. Первые две рентгенограммы – это в положении стоя прямая боковая проекция. Затем в положении лёжа мы смотрим мобильность позвоночника. И проводятся специальные биндинг-тесты, которые позволяют нам судить, насколько позвоночник будет подвергнут уже коррекциям. Вот, это вы уже слайд видели. Этапы изготовления, когда мерки делаются, гипсовая гильза, потом гипсовый болван, сначала негатив, потом обрабатывается, получается позитив. Потом блокировка идёт пластиком, снятие полиэтиленовой гильзы и обработка этой гильзы. Вот, здесь показан вид ребёнка в корсете, причём в одежде верхней и без одежды. Я не просто так этот слайд привёл. Первый вопрос, как ни парадоксально для меня было, первый вопрос, который задают дети и родители – а как мы будем выглядеть? Потому что это девчонки, девчонки пубертатного периода, то, что для них важно. Вот этот вопрос для них самый первый. Поэтому и стараешься объяснить – выглядите, вы будете нормальны. Практически корсет под одеждой не виден. Беда в том, что дети пытаются первое время халтурить и в школу ходить без корсета. Вот я на самом первом приёме пытаюсь им объяснить, что не делайте этого. Потому что подводные камни, которые уже прошли все, повторять их нежелательно. Если мы не соблюдаем временной режим, то мы делаем только хуже. Потому что сам по себе корсет, он неплохой и нехороший. Это тот инструмент, который нам позволяет получить результат. И всё будет зависеть от того, как мы этот инструмент будем использовать. Грубое сравнение – топор, молоток, отвертка. Если их использовать по назначению, мы получаем пользу. Если не по назначению, они могут принести вред. То же самое и корсет. Когда ребёнок не ходит в школу в корсете, когда он не соблюдает временной режим, то мы ту пружину, которая скручивает, мы её начинаем закручивать и раскручивать. И тем самым получать только ухудшение. Поэтому это вот много моментов. Это действительно тот труд, который не расскажешь, не объяснишь. То есть основное время консультации, оно уходит именно на объяснение, на мотивацию. И рассказать, как, что, что делать, что не делать, чем заниматься. И здесь тоже мне понравился вот этот приём, который в Беларуси я посмотрел и у себя тоже активно использую. Есть же адаптационный период, сейчас я буду говорить, но максимально затягиваешь и показываешь. Ребёнку ставишь на липучках несколько меток. То есть ту метку, с которой он начинает работать. И через определённое время уже даёшь задание, до какой метки своей работы он должен дойти. Вот. Особенности. Значит, это вот как раз корсетный режим. 20-21 час в сутки. Ну и вот здесь расписано, для чего ребёнок снимает. Это проведение туалетных мероприятий, смена белья нательного, и проведение лечебной гимнастики, массажа и остальных лечебных процедур. Вот. И ещё один момент, с которым я тоже столкнулся. Психологический момент. Родители очень часто пытаются обмануть детей. В каком плане? Я сразу детям говорю. То есть вот здесь подход ещё, когда речь особенно идёт об оперативном лечении. Родители говорят, ну, поносишь там полводика, вот и всё, и дальше снимешь. Вот это враньё тоже не надо. Потому что ложь во спасение, она здесь не срабатывает. Получаются ещё большие потом моральные срывы. То есть сразу детям надо говорить. Корсет носится до времени закрытия костного роста. То есть если мы уходим от оперативного лечения, вот реально по своему опыту, раньше 19 лет корсет снимать не удаётся. Сам Шино рекомендует спать в корсете до 21 года. Причём печально у меня этих случаев было несколько. Одна из девочек первая начинали где-то градусов с 35, то есть это третья степень, довольно-таки большая деформация. Удалось откорректировать, ну, полностью комплексным лечением. У неё было искривление фронтальное 4 градуса и небольшая торсия. Она в 17 лет поступает в институт и как с сыпи срывается. Она снимает корсет, сколько вот мать слёз не лила, сколько пытался уговаривать, а одеть корсет так и не удалось. Деформация вся вернулась на место, даже ещё с ухудшением. Поэтому вот, чтобы не получалось, как у Высоцкого, и чтобы не было сизифового труда, когда человек катит-катит, просто почему обидно? 5 лет работы с этой девочкой. И эти 5 лет, они, по сути дела, пошли коту под хвост. Поэтому я сразу, вот сейчас уже с опытом говорю, что если Вы одеваете, значит, Вы идёте в этом до конца. Опять же, вот группа, о которой я говорю, которая есть у меня, она благодатная. У меня сорвалось человек 4 или 5. Из 150, я считаю, это не так много. Но это опять люди замотивированные, которые хотели получить результат. И они этот результат получают. Вот в чём ещё особенность? Вот, значит, здесь, на этом слайде приведены периоды. То есть, период адаптации 2-8 недель. Как правило, я стараюсь больше 2 недель его не затягивать. То есть, за 2 недели ребёнок выходит на исходное. Потому что сначала первый день час носит, час снимает. И так постепенно, чтобы он вышел на постоянный срок ношения. Вот где-то 2 недели. Дальше период первичной коррекции. Это то же самое, как если мы берём травматологию, та же репозиция. То есть, принципы корсета, это принципы скелетного вытяжения, это принципы той же репозиции. Вот. То же самое всё и здесь. Значит, первичная коррекция. А дальше уже в период удержания идёт. Первичная коррекция у каждого может осуществляться по-разному. Когда мы сейчас стали применять гимнастику по Катарине Шрёд, плюс ещё вот то, о чём говорил Олег Рудольфович. Вот осенью в прошлом году Наталья Васильевна Пугачёва приезжала к нам очередной раз, когда проводила обучение гимнастике по Катарине Шрёд. Она просила найти пациентов с более грубыми формами. Вот. Я как бы усиленно искал и с одной стороны порадовался, что эти пациенты практически пропали. Потому что всё-таки последние 2-3 года мы одеваем корсет пациентам, достигшим 20 градусов. Ну, видимо, рано обрадовался, потому что вот сейчас по весне у меня на человек 5 или 6 выскочили грубых запущенных сколиозов, которые больше 60 градусов. Кто из района, самое печальное, что и городские основную массу. Но это опять мотивация родителей, которые практически никуда не обращались. Вот. И здесь данные, которые приводит Дмитрий Кимович Тесаков, как раз вот по этапному корсетному лечению. Значит, я буду ссылаться на данные Белоруссии по корсетному лечению. Почему? Во-первых, они у нас основоположники. С 96-го года они начали внедрять эту технологию назад к нам в страну. Плюс в Белоруссии остаётся система, остаётся социализм, остаётся системный подход. Мне импонирует их подход в каком плане? Значит, там создана система школ-интернатов. Здесь можно спорить о плюсах и минусах этой системы, но он есть. Где дети комплексно получают. Во-первых, они видят друг друга, с ними занимаются психологи. Плюс им регулярно проводят лечебную физкультуру, все физиопроцедуры. То есть и лечебные мероприятия и такие. Плюс у них получается как? Выявленный сколиоз. Дети отправляют. То есть, когда достигает деформация 20 градусов и более, детям одевается корсет. И если нет неврологических осложнений, ну и вообще каких-либо осложнений, которые требуют оперативного лечения, то до 18 лет речь об оперативном лечении не ведётся. То есть до созревания. Вот здесь цифра 976, по-моему. Это 11-й год. На конгрессе как раз человека здоровья Дмитрий Кимович как бы подводил определённые итоги. У них с 96-го года прошло более 5000 детишек. То есть цифра внушительная, из которой можно делать выводы. Вот эта вот цифра 976, это дети, которым закончено корсетное лечение. И они их наблюдали в сроках от 2 до 6 лет после снятия корсета. Вот за счёт применения корсетной технологии Шино в комплексном лечении, в 70% случаев им удалось уйти от операции в принципе. И не просто уйти от оперативного лечения, а ещё и получить коррекцию деформации. Я считаю, что данный результат это вполне прилично. Если бы нам удалось повторить что-то подобное, это было бы очень хорошо. Но для этого надо создавать систему. Вот. А здесь как раз Жак Шино. Это в Санкт-Петербурге, когда он был. Речь о чём идёт? Что он применяет в принципе свои корсеты и для лечения врождённых, аномалий врождённых, сколиозов. Хотя вот данная тема, ну у меня опыт не такой большой, но она весьма спорная. Потому что вот мне импонирует другой подход. Всё-таки то, что делал и делает Эдуард Владимирович Ульрих со своими учениками, мне это больше импонирует. Если удаётся выявить аномалию развития в раннем сроке, то отправляем уже их на оперативное лечение в Санкт-Петербург. А дальше уже наблюдаем, и приходится одевать корсеты, но уже у них не бывает такой грубой деформации. Просто почему вот на это тоже акцентирую внимание. Сейчас тоже появилась девочка, которая у меня была в 4-летнем возрасте. Выявлена была аномалия развития поясничного отдела позвоночника. От оперативного лечения они отказали. Сейчас ей уже 12 лет, сколиоз под 60 градусов, причём прогрессирует. Корсеты они попытались одеть, результаты никакого не даёт. То есть вот здесь тактика спорна. Хотя Шиной её применяет, и обоснование этому он даёт. То есть в принципе методика применяется. Это опыт Чикрыжева Дмитрия Олеговича. Это Харьковский институт ортопедии и травматологии. Как раз здесь вот показаны детишки. Но тут опять этап только начальный. Они не показали, что с ними будет через 6-7 лет. Когда поведёт период полового созревания, вот дети с аномалией развития и применения у них корсета Шино. Да, 2 года, когда 5-6 лет, нету такого прогресса, слава богу. А вот в пубертат речь уже... Вот. Ну а это скромный наш опыт. Это вот первая девочка, которой в 2005 году был одет корсет Шино. Это ещё я работал в данных стенах. Как раз первые попытки данную технологию ввести в город Воронеж. Деформация у неё была более 40 градусов. Вот. Нам удалось получить коррекцию за 5 лет. В баланс туловища. Она осталась в балансе туловища. Коррекция была там порядка 15 градусов. После 45, то есть после горба, потому что вот здесь спина, конечно, есть небольшая ротация. Идёт и скручивание тазового, плечевой пояс. Но болевого синдрома нету. Ограничения функции практически нету. И косметические нарушения минимальные. Ну а это уже вот то, что мы получаем сейчас. Во-первых, и корсет одет раньше. Просто вот данный случай он несколько неординарен. Здесь девочка, у неё удалена верхняя доля лёгкого правого, ещё в полуторалетнем возрасте. Вот сердце обратите с правой стороны у неё. Вот. Они обратились полгода назад. Их больше беспокоила воронкообразная деформация грудной клетки была третьей степени. Плюс, когда начал смотреть, потому что доктора больше на воронкообразную деформацию обратили внимание, а вот как раз на сколиоз нет. И у неё был сколиоз 22 градуса. Это исходная позиция. Здесь первого снимка, к великому сожалению, нет. Это уже был этапный. За полгода в комплексном применении гимнастики по Катарине Шрёд, вот здесь показана девочка в занятии, она с корсетом, вот за полгода и средний снимок у неё деформация устранена полностью, и самое главное, ротации практически нет минимальной. Вот. Но родители настроены работать, настрои очень хорошие. Я думаю, что она удержит это всё до конца. Здесь показания. Возраст, в принципе, с года до 17 лет, но реально с 5 лет. То есть хотя бы, чтобы ребёнок адекватно понимал, что он делает. У меня же уже человек 4, наверное, с 5-летнего возраста есть, кто работает, но это, конечно, терпение родителей. Значит, угол искривления 18-20 градусов. Это тот предел, когда начинается нарушаться баланс туловища, и когда уже требует поддержки туловища. Иначе уже процесс, то, о чём говорил Михаил Георгиевич, начинает работать в закон Гютера Фолькмана, и процесс становится... То есть он начинает тянуть сам себя. Вот. Ну, как бы, да и лучшее. То есть корсет, он же тоже не всемогущий. У него существуют определённые пределы работы. Вот по опыту Дмитрия Кимыча, я с ним согласен, наиболее лучшие результаты корсет показывает, когда деформация позвоночника от 20 до 45 градусов. Хотя одеваем мы при более грубых деформациях, но предупреждаем родителей, что, как правило, это ещё идёт корсет как подготовка к оперативному лечению. И тоже, не имея осложнений, стараемся об оперативном лечении речь ввести уже всё-таки ближе к 18 годам, когда закончено созревание организма. Вот. Ну, это тоже сам Шино. Вообще, конечно, очень жизнерадостный человек. Вы видите, он с костылями. То есть проблем у него со здоровьем самого очень много. Ну, вот это 2008 или 2009 год, когда он на этих костылях так отплясывал на банкете. Вот молодец. Он сейчас уже стал человеком мира. Потому что он ездит и в Китай, и везде, где он, несмотря, вот ему, наверное, уже 82 или 83, абсолютно мобильный человек откликается на приглашение. Контактный, жизнерадостный. Дай Бог человеку здоровья, что он вот эту технологию нам её ввёл, нам её предложил, и мы можем ей пользоваться. Ну, и разрешите сделать выводы, что решить проблему склеотической болезни у детей и подростков можно только на междисциплинарном уровне. Здесь я с Михаилом Георгиевичем согласен. Если мы не будем объединяться, то и результата не будет никакого. И применение корсета Шино в комплексном консервативном лечении склеотической болезни у детей и подростков даёт возможность уйти от оперативного лечения совсем, это деформация второй-четвёртой степени, то есть 20-45 градусов, или использовать его как этап подготовки к оперативному лечению. Там у вас фраза такая звучит, что с тенденцией к увеличению. Вот как эту тенденцию, скажем так, уловить, какова она? Здесь существует несколько методов. Во-первых, динамический осмотр, то есть мы применяем активно компьютерно-оптическую топографию и динамику. Когда уже есть где-то градусов 14-15, то мы сроки сокращаем до 3 месяцев. Плюс есть метод диагностики по определению гормонального статуса, то, что предлагает Михаил Георгиевич. То есть здесь целый комплекс. Электроэнцефала и та же электромиография. Комплексное обследование, что неврологи говорят, насколько сбой идут функции со стороны ЦНС, либо со стороны вегетативной нервной системы. То есть это целый комплекс обследования. А непосредственно уже топография нам дает. Потому что метод безвредный. Он очень прост в выполнении, недорогостоящий. Соответственно, когда подходит где-то уже 18-20 градусов, делаем рентген, определяем окончательно точно, потому что у топографии, особенно при больших стадиях скеллеза, есть погрешности. И уже решаем вопрос. Опять же смотрим клинически. Тот же тест Трисора. Смотрим, что с месячными. Насколько она растет. Если у нее 20 градусов, девочке 11 лет, нету месячных, однозначно мы одеваем корсет. Если ей 17 лет, и вот у нее 18-20 градусов, и вроде и гормоны нормальные, то есть гормон роста не преобладает, значит подождем. То есть все равно подход индивидуальный у каждого больного. Оценка идет комплексно. Все-таки в вашей достаточно большой группе в больных леченых корсетированием за период вашего наблюдения 10-летний, сколько же процентов спрогрессировало в корсете для того, чтобы, как вы считаете, им было бы показано хирургическое лечение? Ну вот, коллега Рудольфовича, сколько троих? Менее процентов. Да, это менее процентов. 150 вот троих пока. Значит, сняли, вот уже полностью сняли, это, наверное, около 10 детишек. Вот, остальные сейчас находятся еще в работе в процессе, то есть и остальные еще носят пока корсет. Ну, все равно это не так много из 150. Я считаю, что это результат вполне приличный. А вот, извините, в второй степени, да, вы надеваете корсет, а потом, когда снимаете его, значит, он какой степени? Значит, лучший вариант, если удается в первую степень перевести, но мы считаем очень приличным результатом, если мы уменьшаем, ну, где-то вот вторая степень, там, до тех же 18 градусов. Почему речь идет о 18-20 градусах? Это тот баланс или тот предел, когда природа сама удерживает баланс туловища. Потому что, когда за этот предел заходит, уже силы начинают тянуть сами себя, и чтобы удержать равновесие, природа вынуждена спрямлять. Поэтому, вот, первая, ну, начальная, вторая, это считается очень хорошим результатом. Потому что, опять же, повторяю, что мы стараемся достигнуть? Никто, к великому сожалению, сколиоз в мире еще не вылечил. Поэтому мы доставим, стараемся свести к минимуму нарушение функций, чтобы не было болевого синдрома, ну, и немаловажной вас косметика. Как правило, при начальной, второй степени косметика страдает менее всего. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»